всем привет дорогие друзья с вами я тут сегодня мы с вами поиграем мою кофейню у нас 52 уровень первый квест на получение 53 уровня мы сами сделали нам осталось совсем чуть-чуть и сегодня мы займемся тем что будем проходить последний квест на получение 53 уровня получим там какие-то аппараты мы выучим рецепты ну и все как всегда в общем итак друзья давайте начинать вначале мы с вами пообщаемся с татьяной наш нет не так наш дональд с утра мрачнее тучи молчит и смотрит на всех волком как думаете что не так ну грядет повышение налогов на недвижимость ну тогда это и нас заденет спросили расспросить это он да в чем дело окей дональд надеюсь ты здесь ну судя потому что нет трубочки да он здесь вот он сидит у нас давайте с ним пообщаемся драти драти доброго дня дональд гм хотел бы я ответить также но не могу а что с вами вышел юбилейный номер местной газеты со статьей про наших выдающихся кляша но это же чудесно и как бы не так в списке лучших людей города меня нет в редакции газетинки заявили что никто не помнит моих заслуг над же кстати а каких заслуг я акула бизнеса образцовый мэр хоть и бывший но неважно и моя дейзи от меня без ума да я должен был возглавить этот список деликатно промолчим и я утру но с этим писаком следующий номер будет целиком про меня если посодействуете вручу вам синий подарок ну с чего начнем пойдем в народ прощупаем так сказать и почву поспрашивайте что обо мне думают горожане окей да мы сейчас поспрашиваем это у нас традиционный опрос кстати я только что понял что это у нас социологии и меня можно со смелостью назвать социологом нашего городка так ну что друзья сейчас сейчас посмотрим кого там нужно будет опрашивать четыре человека ну давайте начнем с района район как вы относитесь к дональду ну терпеть не могу снова в сильные меры сего считают что перед ними все должны скакать на задних лапках я в этом цирке не участвую логично окей кто следующий следующий ватсон ватсон как вы относитесь к дональду не очень если честно был мэром урезал пенсии нашим служебным сам ветераном а у них и так жизнь собачья да обидно но мы не смирились научили псов строить умильные мордашки и стали водить мэрию и что ж дональд после пятого визита вернул пенсии но сами понимаете осадочек остался окей так далее 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 давайте маркера а маргарет как вы относитесь к дональду дональду не скажу что при немную мухи сохнут от тоски но он явно не душа компании ильза как вы и как дэйзи с ним еще не зачахло окей так может быть нужно поговорить с дэйзи так а нам нужно поговорить дональду а он у нас конечно свалил конечно вот он идет ой какие мороженки а что-то я такого раньше не видел смотрите-ка это чё у нас такое слушайте это же у нас день рождения шесть лет шесть лет кофейни и нам здесь такую красоту зафигачили а почему я сюда не ходил то вот чем вопрос это интересное здесь что нибудь будет какой-нибудь экшен какая-нибудь вообще в пати или что тут вообще слушайте и по поводу шести лет я так думал что кто-нибудь к нам должен приехать на шестилетие но почему-то ко мне никто не прижал поэтому у меня к вам вопрос к вам кто-нибудь вообще приезжал на шесть лет машинка сюда приезжал вставала чем-то вам там какие-нибудь креста давали мне чуть ничего не дали вот мне интересно напишите пожалуйста это очень важно ну вот дональд пришел на сказать что он не отличается прям таким супер пупер шустростью и пунктуальностью поэтому если будете вас проходить сами этот квест то запасите пупкорном и ну или чем-то там запасайтесь чаем кофе пивом и не знаю чем еще мы коктейли молочном может быть для того чтобы скоротать время пока его нет ну а мы продолжаем давайте пообщаемся с ним куда-то он делся непонятно вообще ну да ладно и так перескажем дональду слова посетителей мала лавала поверить не могу просто удар спину мою репутацию надо срочно исправить но на это уходят годы я должен стать героем в глаза города немедленно чтобы у меня на руках на носили и дэйзи гордилась мной и как вы это сделаете очень просто 6 букв эмили но это пять букв отлично меньше букв и цена за работу меньше я хочу чтобы эмили занялась моим имиджем и вернула дональду былое величие уговорить ее работать на меня окей так ну короче чё я то все время ладно давайте пообщаемся ну что сможете реанимировать репутацию дональда придется сперва нанять экскаватор для раскопок потому что имидж дональда лежит под внушительным слоем негатива ну неужели все так безнадежно ага но я обожаю сложный квест и сейчас слаблю вдохновение набросают а по пиар кампании а этих этапов много учитывая репутацию моего клиента где-то сто пятьсот ну что ну нам закрываться на ночь можно дело ускорить если угостить и меня круассаном с лимоном курдом мускатом и шафраном окей давайте угостим набрали мы заказ имели выдаем вот ваш карусан спасибо меня сидела и реклама мыло и раскрутка медиаперсон строится по одной схеме и там вот там важна красивая упаковка в том числе но я проработал алгоритмы работы сперва нужно понять как нам продать дональда подороже ну и как же мы это сделаем и изучим запрос покупателей в данном случае это горожане нужны случайные люди тогда средств мнения будут будет не предвзятым ну и что у них спрашивать но скажем что по их мнению нужно сделать чтобы заслужить памятник на центральной площади но главное не упоминайте дональда окей так и так у нас второй социологический опрос за сегодня уже ну давайте начнем чё делать так понеслась и так с дэйзи начнем дэйзи как заслужить памятник в центре города ну золотая старая труба в городской ратуше они вот-вот треснут по швам трубы разве это сложно и еще как рэн говорит если их менять фундамент прошлого века может дать трещину мы потеряем памятник архитектуры ну а если не менять ну тогда их прорвет и вода затупит полгорода ваши гости будут приплывать за свежими капкейки капкейками на надувных матрасах ну ужасно как же спасти ратушу нужно потратить на капремод годовой бюджет какой-нибудь корпорации но пока никто не согласен добровольно разориться ну и что вы будете делать мы с районом обсуждаем варианты но тому кто спасет артушу я бы воздвигла цены цельный монумент конный с фуршетом и салютом окей так кажется это то дело которым мы будем заниматься но посмотрим что расскажут другие наши респонденты о вспомнил слово и так мэри как заслужить памятник в центре города о я как раз недавно и видела передачу по диет миска вере кругом озоновые дыры изменения климата нужно срочно спасать правду но если конкретней но рисовать пешеходные переходы для уточек или поехать в антарктиду мы выручать пингвинов а что с ними а если пингвинчики падают на спину ему очень трудно стать мои глаза героем будет тот кто возьмет на себя миссию переворачивать этих малышей окей ну я надеюсь мы этой фигней заниматься не будем хотя пингвинчики очень милы так но мы продолжаем наш опрос и так лукас лукас как заслужить памятник в центре города про освоение марса говорить им речь не о памятнике вам а понял тогда нужен научный прорыв про бозон шмыкса слышали обижайте а мало ли вы провели это время в крипто сне шмыкс гигант мысли ему я в центре марса лично памятник поставлю окей так ну а мы продолжаем опрос бэн бэн как заслужить памятник в центре города основать фонд спасение нуждающихся кстати сам подумывая об этом смелые планы для то и дело безработного ну концепция такая нуждаешься сам при виде друга получи процент друг придет еще одного а вы проценты пополам и это же финансовая пирамида но идея-то хорошая не хотите вложиться в раскрутку если дело выгорит я вам памятник поставлю так ладно закатываем глаза и уходим закатом и и и рон рон как заслужить памятник в центре города ну поддержать спортсменов аутсайдеров чемпионы и так получают свои плюшки а куда они без нас те кого вечно обыгрывают кстати логично а как же принцип состязательности мы с ним будет полный порядок посмотрите на киношников у них есть оскар и золотая облепиха за худший фильм сомнительная слава думаете продуть с разгромным счетом может каждый для этого нужен талант я бы поставил памятник тому кто оценил оценил бы наши усилия окей но я думаю что из всех этих вот все-таки трубы самое лучшее ну да ладно пообщаемся с дональдом расскажем про идеи посетители арбовом знал что моя экономия на ремонте коснется дэйзи сэкономил бы чуть меньше не трубы и не мой масштаб а вот идея лукаса это перспективно вложитесь в изучение вселенной да кому она нужна мне попался один проект разработка самообучающаяся систем для введения отчетности и налогообложения и что ха объясню на пальцах вот скажите кто любит заполнять налоговые декларации никто разве что ватсон именно а сам для а самообучающаяся система все сделать за нас не запатентуют и гениальную штуковину а милан ask поймет нам с ними тесно на одной планете до амбиции у вас космически так это все ради людей а имели я поручу разработку бренда и рекламу окей так но он свалил нам с кем надо с эмили поговорить ну давайте поговорим и так распиарите инновационный проект дональда ну запросто в двух словах что это будет что-то вроде умных систем для налогообложения непонятно и слишком длинно назовем это штучки мэнсона ну пони понятнее не стало название можно потом поменять сейчас главная реклама которая вызовет позитивные эмоции например билборд со счастливой парой и названием продукты никто не знает о чем речь но всем уже нравится это гениально устроим дональду и дези фотосессию в городском парке вокруг будет полно радостных лиц я подготовлю съемку а вы договоритесь дэйзи окей так ну что кого мы ждем имели просят с дэйзи а дэйзи нету а мы ждем ее так и так дэйзи где-то уже рядышком давайте-ка с ней пообщаемся и сниметесь дональдом для его рекламной кампании но если и это не займет много времени вопрос трубами братуши все еще не решен ну всего лишь небольшая прогулка парке отлично мы с дональдом давно никуда не выходили вместе заодно развлекусь и пообщаюсь с гаражерами окей так и теперь мы таки ждем опять наверное дональда да нет с имели нужно поговорить ну правильно они все ушли на фотосессию а нам остается только ждать так вот у нас имели пришла давайте с ней пообщаемся но что как прошла фотосессия и не спрашивайте считайте все пропало кто-то моргнул что случилось случился объект съемок по имени дональд ради фотосессии он выгнал всех из парка сорвалась три детских праздника и одна помолвка у вместо позитива на фоне породы получился публичный скандал на снимках возмущенные горожане сердит и дональд и дэйзи с подтекшей тушью погреть с ней окей так ну что давайте поговорим с дэйзи гамм гамм дэйзи как вы эгоист черт вы черт вы сухой самоволюбленный индюк представляете дональд выгнал из парка всех даже уточек чтобы не было лишних кадре я чуть не сгорел со стыда перед уточками перед горожанами и знаете что самое обидное дональд даже не понимает что был неправ может у вас получится объяснить ему это окей да будет похоже тяжеловато говорят люди не меняются но посмотрим поменяется ли дональд так а у нас его нету и требуется трубочка точнее трубочка есть и для того чтобы он пришел можно потратить 9 алмазиков но нет нет мы просто подождем ну что ж вот и дональд мэнсон друзья очень долго я его ждал наверно часа три а может быть даже и больше и так дэйзи и эмили не в восторге от ваших действий да что то не так я всего-то освободил место для фотосессии перед перекрывают же уолд-стрит ради и съемок фильмов можно было и без этого что значит без этого я заплатил между прочим кругленькую сумму арендовать парк на целый день не сможет не каждый ну и теперь на вас все в обиде какие обидчивые ладно раз нужны и радостные лица горожан я это устроил извинитесь кое-что получше они считают и я думаю только о себе а я покажу что я настоящий антропофил тьфу филантроп мне для людей ничего не жалко что вы задумали это будет сюрприз скоро сам узнаете а потом поделитесь восторгом окей так ну что видим он сейчас опять ушлепает а ушел их нам придется опять подождать ох и терпение же нужны с ним так друзья нет я не готов терпеть потрачу немножко алмазиков насколько в этот раз 9 окей дональд мэдсенс сейчас будет уже луи такси выжает отлично ща припрется отлично понеслась ну что устроили горожанам сюрприз и я позолотил ограду ограду парка табличку повесил что всем было ясно что это я и сколько денег угрохал и что где спасибо дорогой дональд где радостные лица где хвалебные статьи ну если бы вы потратились на что-то действительно полезное позолотил еще и скамейки ладно сделаю то как только получу доход от штучек мэнсона вы неисправима так ваш проект уже готов там и идет тестирование прототипа на ватсоне он у нас маршал справок и отчетов до эксперта независимые ватсона не найти спросите у него как ему понравилась первая партия штучек мэнсона окей но что давайте пообщаемся с с ватсоном как вам ноу-хау дональда у меня слов нет то есть есть но вокруг женщины и дети мне надо взять себя в руку с помощью чая с шафраном женщин им лимоном и медом уготите меня окей так есть набрал давайте ка выдадим его ваш чай ну поведайте что за штучки мэнсона это канцелярские скрепки но их изобрели еще до рождения дональда а нанотехнология улучшили формулу включили в нее днк термитов и скрепки обрели из тайное сознание скрепки стали разумными на моих глазах они сгруппировались и разнесли гору прошлогодних документов поступком за секунду так это ж хорошо скрепки работают за вас но сперва их надо натаскивать на нужный формат справок кормить разными видами бумаги чтобы они различали докладную f16 от отчета x7 дробь 15 как служебных собак наши псы хотя бы милые а со скрепками 1 марокко в общем передайте дональду какие-нибудь помягче полиции его штучки не нужны окей ну что придется опять дональда ждать он же ведь у нас опять ушли потратить в этот раз блин теке что-то не хочется хотя интересно посмотреть сколько это будет стоить в этот раз а столько же сколько в прошлой ну и ладно гуля ты гулять вызвали мансона сейчас он припрется вот он уже бежит а пули прям пули взлетел ну или снарядом он больше на снаряд похоже или даже на ракету какую-то ладно достойте здравствуйте мне две новости с какой начать с 1 ваши штучки это что-то невероятное я был уверен в успехе не зря вложил в них все деньги а вторая новость оба цену ваши штучки не нужны как а еще передовой отряд полиции я веду их в дивный новый мир они застряли в прошлом веке ну насильно мил не будешь да что ж такое бизнес прогорел горожанам я не нужен дэйзи на меня злится неужели дело во мне выходит я сам я я постойте что за шум это пожарная сирена где горит лишь бы не моя застройка черта она у них тут почти вся моя и где дэйзи давайте-ка посмотрим как дональд убегает в панике дональд я уже задолбался тратить на тебя свои алмазы и хватит бегать ты чё бегуны готовишься видимо нам придется опять его ждать да узнайте где дэйзи что происходит давайте нет давайте дональда ждать не будем пообщаемся с дэйзи дэйзи почему в городе пожарная тревога потому что водяной нету трубы в ратушу таки прорвало все пропало фундамент проседает и здание рухнет надо спасать ратушу слишком поздно теперь надо спасать кофейню по расчетам района вода будет тут через четверть часа что делать что делать так спокойствие только спокойствие какое-то срочно всех эвакуируйте а я на место катастрофы окей видимо сейчас все убегут люблю а вот это вот когда они все сваливают можно даже камеру отдалить так и все сбежали но некоторые остались хитренькие остались вы посмотрите чтобы знаете да есть свой десерт но это конечно что-то с чем-то но и правильно всегда можно забраться на стол и поплыть доедай свой вкусненький десертик ну либо жевать оперативней так ладно давайте посмотрим что нам нужно а нам нужно поговорить с дональдом и опять нужны алмазы и опять их 9 я вот тебе 9 алмазов ну и чё давай иди сюда кстати тут что-то сидит говорит петрович петрович вы только не волнуйтесь но готов ли я к потопу всегда готов читали над берегом варжи герой мечтал спасать детишек от опасности вы хорошо плавайте как можешь смысле не быстро но в случае форс-мажора выдам скорость их теандра окей так видимо нужно поговорить со всеми посетителями кофейни так там вот пришел наш герой дональд вы только не волнуйтесь но выбор наводнения что ж это лучше пожара а репутация моя так и так подмочена ваши планы ну спасать свои капиталы конечно чем займетесь займется такой эгоист и снопка как дональд мейтсон а как же дэйзи вызову ей вертолет окей так неужели он опять ушлёпал у вот опять ушлёпал нет я больше тратить на него алмазы не буду в совести у него нет он еще меня сейчас по миру пустят давайте пока поговорим с королевой королева вы только только не волнуйтесь но надо на конец света тренд сезона уже заспалась всем запаслась всем для пены вечеринки теперь голову ломаю какой купальник выбрать ну подойдет открытый стоп вы понимаете что все это серьезно а я не шучу и на онлайн трансляции собираюсь выглядеть отпадно окей так ну все вроде больше говорить а нет вот смотрите как все все кто остался хотят с нами пообщаться давайте с ним пообщаемся кивин вы только не волнуйтесь но грядет новое наводнение х почтальон первому знают все новости и я готов сооружил плод из резинок уточек и буду продолжать свою миссию окей ну вот теперь вроде как мы совсем поговорили и наверно таки нам нужно будет дождаться 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 нет ничего не с дейзи нужно поговорить но давайте попробуем ее дождаться дейзи что есть план на случай наводнения наверное а вот она ну что посетители предупреждены и мобилизованы я вас не сомневалась только все можно выдохнуть отбой смысле но потоп отменяется рад что спасена и кофейню не смоет но все было безнадежно трубы сами себя починили полной картины пока нет свидетели путаются показания главное обошлось ну поздравляю знаю все хорошо на только вот дональд не выходит на связь может эмили знает где он у меня сердце не на месте окей теперь мы будем ждать эмили там беда конечно ее нет на месте ладно а нет вот она у нас шлепает но по ней сложно попасть но я попал с первого раза что удивительно окей так не видели дональд нет и уже давно похоже у него финансовые проблемы мы кем он не до нас почему вы так решили но он выставил лимузин на аукцион подержанных авто а на особняке табличка подается вот дела что могло случиться не знаю но дональд просто так с деньгами не остается он наверняка объявится как только сможет узнать и вдруг дональд уже был в кофейне окей и у кого мы узнаем это даже интересно что нам говорит наш квестик спросите татьяну ну давайте татьяна то уж точно не убежит вот она у нас сидит так эмили шевнула что у дональда денежные проблемы похоже вместо обычного заказа дональд попросил кипяточку в старый термос и видимо дела совсем плохи а еще дональд впервые обратил внимание на баночку с мелочью грустно усмехнулся и положил туда денежку возможно последнюю и ушел интересно куда вот почему я его не спросила просто слишком необычно что дональд вдруг стал тем кому необходимо помощь поговорить с ним как увидите окей так ну и вот теперь мы ждем дональда дональд у нас любитель подольше поковыряться не не будем ждать короче потратим опять алмазики ладно как говорится гулять так гулять опять 9 алмазиков хорошо хоть здесь ничего не меняется и вот он у нас идет дональд давайте мы с ним пообщаемся так доброго дня хотелось бы сказать но видимо не стоит ваш правды так низкий еще не падал великие маффины я вообще никогда не падал финансовые ямы случаются вы выберетесь не утешайте я неудачник еще немного и я начну клячить у вас мелочное кофе мы вас угостим но где ваши деньги улетели в трубу я оказался никудышным менеджером самого себя это полный провал одно хорошо ратуша спасена может вы знаете подробности я нет лучше спросите ватсона он вроде бы все видел окей ну давайте пообщаемся с ватсоном которого конечно же нет нет который есть а мэнсон между прочим опять куда-то свалил ладно давайте попробуем вот такую штучку хитренькую но что расскажите как спасли ратушу странное дело оцепили мы оцепили мою площадь на полицейских катерах сидим ждем когда здание рухнет но тут приплывает фура из нее высыпаются тысячи умных скрепок а из кабины водители выходит кто какой-то тип в костюме гигантской скрепки вышел и нырк здание штучки мэнсон за ним и через пару минут поток воды прекратился мы спрыгнули с катеров и осторожно зашли в подвал а там умные скрепки скрутились в цепь и перекрыли течу в трубах ну и кто был предводителем скрепок увы не знаю его там уже не было про этого супергерой теперь песня слагает только послушайте клайда окей видимо теперь нужно будет с клайдом пообщаться то или с кем-то другим да но опять же за денежку ладно давайте позвоним сейчас клайд бауден придет вот он идет давайте с ним пообщаемся так ну-ка исполните хит на горячую точнее мокрой тему дня с удовольствием автор слов клайд бауин автор музыки клайд баулин автор завывания на припеве клайд бауин понятно что вы отец давайте уже забивайте ищут старушки ищут ребята ищут полиции целого штата ищут давно чтобы крепко обнять смелого и мистер лет 45 среднего роста пузатый крепкий ходит в эффектном костюмчике скрепки спас целый город герой ого-го больше не знают о нем ничего чудесно клайд аплодисменты а громче всех хлопает эмили о даже подмигивает думает попросить автограф стоп она подмигивает не меня вам всего бы расспросить ее а у моей баллады пока появится продолжение а потом глядишь и целый альбом у а там и мировое турне окей пошли с имени общаться и что-то я не вижу он попробуем опять вот такой вот способ ну что хотите чем-то поделиться и этот узнал ух с утра ногах голодная как волк угостите меня шоколадным тортом с вишней курдовой ванилью и я вам расскажу такое окей давайте и угостим так набрал давайте выдадим угощайтесь тортом и рассказывайте спасибо я провела расследование позвонили на позвонила на склад выяснила что все штучки мэдсона скупили кто неизвестно я решила что это тупик но потом вспомнила про фуру в автопарке поделилась кто и арендовал и это дональд он попал на камеры в костюме скрепки вот это поворот а я так и думал поэтому тут не разорился когда услышал проявит трупа за пять минут продал свои активы и выкупил всю партию умных скрепок но почему он умолчал о своем подвиге чтобы никто не подумал будто он работает на публику вот ирония сначала хотел популярность а те скрывается за маской точнее за костюмом скрепки ну надо с ним поговорить только аккуратно дональд ужасно стесняется он теперь банкрот и бездомный окей да интересный поворот далее нам немножко очков и весьма все это их будет длиться еще очень долго требуется опять трубочка опять бабло тратим боже мой это можно разориться на всем этом ладно так сейчас дональда мы вызвали с вами давайте ждем когда он придет вот она и он идет так мистер скрепка куда вы дели вашего до нашего дональда о чем вы не скромничаете город должен знать свой герой не привлекайте ко мне внимание а то я начинаю чувствует себя неловко зря что вам принести все за счет заведения спасибо конечно я снова при деньгах и миллионер даже больше чем раньше вот такие хитрый жук как вы же продали все активы но во время потопа штучки мэнсона показали себя в деле и стали на расхват теперь их заказывают тоннами в регионы с повышенной угрозы наводнений отнюдь для починки нефтяных платформ спутников и распадающиеся отношения шучу нам с дейзи умные скрепки не нужны сами помирились здорово извините сейчас меня ждет журналист местная газета будет делать спец выпуску про создателя умных скрепок поздравляю как вы хотели спасибо за поддержку держите синий подарок вы и настоящий друг смахивает скупую слезу всегда пожалуйста дональд и так друзья мы получили с вами 53 уровень я вас поздравляем давайте посмотрим что нам надоют так имбирь нам надавали подарок с бустерами тысяча монет традиционно как же без них на самом деле у меня скоро будет 7 миллиардов осталось всего лишь накопить 150 миллионов но это будет быстро я к тому что мне вот это тысяча совсем в общем и как бы ни к чему ну да ладно давайте посмотрим что у нас там с оборудованием и так и так и так имбирь нет тумбочки основки для установки аппаратов давайте поставим тумбочку вот сюда например пусть будет и поставим еще раз этот имбирь вот она у нас шестьдесят девять тысяч ну короче 70 почти но а кстати 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 неполный стоит 11 600 ну и увидим потом апгрейдится где-то за такую же сумму все оставим окей так естественно естественно нам теперь нужно будет установить во первых лучшее цена для всего во вторых понять куда этот имбирь засунули я прям даже не знаю в торты что ли как вы думаете куда попробуйте угадать где где искать это теперь имбирь вообще угадали вот я не знаю он да я угадал и так что у нас здесь есть а ну он идет видеть как добавка то есть не как основное блюдо ну в общем то и логично имбирный супер капкейк с вишней и корицей простое название должны легко найти не 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 мне денег и так мы потратили ща попробуем набрать ну а вот и вон имбирный супер капкейк с вишней и корицей отлично идем дальше от к уйдете было не надо нам такого устанавливаем лучшие цены и что нас яблочно имбирный пирог со сливками но должно быть все просто добавляем сливки и берем яблочный пирог который у нас вот он да и вот получается яблочный имбирный пирог со сливками то здесь сложности у вас возникнуть никаких нет должно должно все получится просто быстро и замечательно в общем-то разработчики в этом плане молодцы мой больше наверно нас ничего не осталось так устанавливаем лучшие цены до установили принципе что это еще может быть мороженое наверное везде надо искать теперь посмотрим да смотрите-ка о нет чья завтрак но это видимо что-то другое это семена мечи надо тоже найти будет еще ладно давайте попробуем посмотреть кофе с имбириум мамбл мамбл кофе с имбириум вот с этим придется поковыряться и здесь наверное мы просто откроем его сейчас до 85 вы чё издеваетесь и так бамбл кофе с имбириум кофе американо лед мед апельсин никогда не потому что он здесь есть имбирь окей так устанавливаем лучшие ценные что у нас еще остается эспрессо может быть нет здесь вроде нет чай имбирный зеленый чай с лимоном но здесь опять же должно быть все просто вот так вот окей устанавливаем лучшие цены и и и и и и и шоколадцы берем не знаю ну в общем давайте посмотрим капучино кто знает всякое может быть нет нету латы тоже нет ну все в общем вроде как больше чего нету ладно друзья на этом мы с вами прощаемся увидимся следующий раз ну а вы не забывайте приходите пока пока